Всем привет! Сегодня у нас в кадре хосты, различные сорта, покажу как размножаются, как выглядят в разные периоды года, по весне, летом, как это все можно организовать. Вот здесь вот, например, это просто небольшими группами на клумбе, у меня у соседей там вокруг прудика, рядами. Некоторые делают большую-большую горку из, допустим, одной хосты, ну так метр в диаметре, обкладывают камнями и получается тоже весьма симпатично на клумбе. На это все посмотрим. Хорошее растение, декоративное, особенно сорта с окаймленными листьями, сорта с какими-то сизыми листьями, как, допустим, вот здесь вот. Вот тут вот просто с зеленью весьма скучные, гигантские тоже вполне ничего, ну, в общем, ухаживайте и будет все классно. Вот здесь вот, например, светлая, светлоокрашенная часть внутри листа, и он окаймлен с темным ободком. Здесь вот она в виде белого пятна по центру листа, здесь кайма. Хосты любят большую полутень и на солнце выцветают. Так один вид, посаженный вот здесь и посаженный вот там, будет иметь разный окрас листвы. Сейчас мы посмотрим, как выглядит хоста, который растет здесь на открытой местности. Самый лучший хост, да, здоровые, красивые листы с разной окраской. Вот здесь вот, ну, однотонная. Вот здесь вот хоста сизая, растущая на ярком солнце. Она такая даже, немножко с желтинкой. Так вот, на ярком солнце, с желтым окаймлением, вот еще немного хост на ярком солнце. Выцветают, можно так сказать. Лист не такой яркий, сочный. Ну, тут не совсем прямо яркий солнечный участок, но вот окрас такой. Если посадить ее в полутень, окрас может чуть поменяться. Вот от этой хоста я пару лет откапывал. Здесь вот отрубал кусок и даже это снимал на видео. Вот она растет на ярком солнце. Ну и сейчас мы посмотрим, как я это все производил. Пересадку хост. Берутся, естественно, лопаты и все остальное. Тут у товарища много сортов классных хост. Вот здесь, допустим, справа был еще такой же пучок. Было отрублено лопатой здесь. Обкопано, вынуто и поставлено в ведерко. Плюс здесь, естественно, все засыпано хорошо землей. И в ведерко само добавлено немножко земли. Что по времени года? Сейчас, конечно, они цветут. Может быть не лучшее время для пересадки. Но, возможно, появилось. Я приехал, поэтому сейчас. Год назад тоже отсюда же привез 3-4 хосты. Такие мощные, разлапистые. Ну, сейчас какие-то кадры наложу. Перевозил в ведрах больших и в пакетах. Все нормально доехало и прижилось. Ни одна из них не погибла. Думаю, в этом году тоже все должно быть успешно. Ну, вот здесь вот, смотрите, где не очень большой размер, я откопаю вот основной пучок. Вот два крайних. Вот здесь вот лопатой отрежу, откопаю. Сейчас вам покажу корневую систему. Ну, и, соответственно, вот он отрез. Сейчас как-то не особо вам удастся показать корневую систему. Вот видно мощный корень. И вот здесь вот я его отрезал. Следующий пример тоже достаточно интересный. Здесь пришлось аж лопатой разрубать корневище. Вот оно. Потому что здесь все так плотничком. Каких-то отростков она не дала. Вот видно трубы. Возвлекаем вот такой кусман. Помещаем его в пакет. Перевозим. А здесь приносим ведро земли. Ничего сложного. Естественно, когда я начал перекапывать, ливанул дождь. Вот так это завязывается в пакет. Ставится в пакет, сверху завязывается. Вот мне еще подарили кедр. И это все тоже сверху завязывается. Еще в один пакет ставится и перевозится. Вот так. Эту штуку тоже еще в один пакет. Кстати, столь низкие контейнеры не надо использовать. Эти низкие контейнеры подойдут для растений с какой-то корневой системой поверхностной. Но для хост это не лучший выбор. Ну и в данном случае все это перевозится вот так вот. Ну а в багажнике в остальном были вещи. Сейчас я вам покажу ее корневище. Так оно выглядит. И вот где-то я его лопатой отрезал. Вот такая хрень. Вроем ямку. Ямку нарываем водицы, чтобы она уже была влажная. Можно закинуть удобрений каких-нибудь. Но и так приживется. Здесь и так хорошо. Такая ямка. И вот такие корневища. Так. Ну и что вы думали? Ставим. Обсыпаем землей. И все приживается. Потому что это крайне неприхотливое растение. Вот это была год назад посажена. Мелкая-мелкая была. Три листочка. Вот сейчас все хорошо. Точно так же в этом же месте. Так что размножение просто корневищами. Вот. В пакете оно доехало. Тут будет хоста. Тут будет хоста. Тут будет хоста. Разных цветов. Вот это она росла на солнце. Поэтому она сейчас вот так выглядит. Как она вот здесь тени порастет, она будет совершенно по-другому выглядеть. Так что это тоже может делать скидку. Если вы там где-то выкапываете их, то нужно прикинуть, что с ней будет потом. А вы все равно не прикинете. Ну и собственно поливаем и готово. Посадку, ну типа как рекомендуется, по весне или по осени. Но я как бы и летом доводилась. И все получалось. Сейчас у нас осень, если что. Ну и по весне тоже все было. Такие дела. Итак, вот пример. Сейчас уже октябрь. И листья на хостах, естественно, уже опали. Но все равно их можно размножить. Вот было отрезано ножом раз, два, подкопано лопатой. Вот, то есть хост был вот такой круглый. С него как кусок пирога, где видно было, где можно обрезать обрезанно. И вот мы видим корневую систему. Копаем яму на дно. Сыпем удобрение в достаточном количестве. Затем сажаем ее туда. И все, вот так по осени можно их размножать. Вот еще пример. Здесь тоже было ножом отрезано. Так что по осени даже лучше. Ну, как бы все пересадки, я сделал больше там 10 пересадок этих хост. И перекопок, и разделение кустов по лету. И в принципе все выжило. Потому что они не очень прихотливые. Так вот, типа, рекомендуется по осени их пересаживать. Вот, вот это не обращайте внимания. Это там случайно луковицы попали. Это не то. Судак хостя. Я их выковыриваю наоборот. А вот это остильба. Остильба тоже случайно попала. Там хостас остильбы росла. Рядом. Ну вот, короче, все. Сейчас это ставлю туда коренями. Буду придерживать, чтобы корени оставались вертикально. И подсыпать вокруг земли. И в общем все будет шикарно. И рядом сажаю сизую вот сюда. Как я узнал, что это с каймой, это сизая? Я пришел в гости к тому, у кого я их откапывал. Летом сфотографировал. И потом запомнил, где какая. Потому что сейчас уже, естественно, ботва вся увяла. И непонятно, где сизая, где какая. Заранее все было продумано. Вот еще прибарахлился хостами. Кто-то из соседей по садоводству вывез на свалку просто такие корневища с ботвой. Но тут не очень какие-то симпатичные хосты. Ну, есть там он с белым окаймлением. Вот еще несколько тут ведер. Вот еще. Такие, вот такие. Ну, как бы, почему бы не посадить? Просто, чтобы не сорняки были вдоль забора. А вот так вот хоп-хоп-хоп шли хосты. Это, конечно, хосты не очень ценные. Поэтому их и просто вывезли на помойку. Они не такие, как какие-нибудь гигантские хосты, как красивые, большие. Они не какие-то там сизые. Они там не беленькие сильно. Вот. Ну, такие простенькие. Так что такие не очень крутые, не сортовые хосты. Подойдут там где-нибудь вдоль заборчика посадить. А, и это еще не все. Я, как бы, в три раза больше, чем сейчас показал. Вот это, это. Вот это, это. В три раза больше было. А там остальное на кладбище было посажено. Как бы, тоже лучше они, чем трава. Так что даже вот такие простые хосты могут что-то озеленить. И кто-то вынес вот в три раза больше, чем вот это хост. И я вот, как бы, часть на кладбище, часть вот сюда. Как-то все разойдется сейчас. Не стоит сажать слишком густо. Разрастаются быстро. Будут мешать друг другу. Вот сорта. Можно было... Даже потерять декоративность. Вот еще хосты невероятных размеров. Они у вас забьют все, что только можно. Так что, вот, сажайте сразу с запасом их куда-то. Ну, вот еще здесь, возможно, разрастутся хосты. Вот это все хосты, хосты, хосты. И разрастутся, будет оформлена дорога большой кучей хост. Видите, они посажены на расстоянии друг от друга. Чтобы, когда кусты распушатся, распушатся, не мешали друг другу. Существуют сорта хост, которые к середине лета меняют немножко окраску. Например, они в начале лета по весне с какой-нибудь красивой каймой. А потом уже становятся просто зеленые. Так что, имейте в виду, что бывают и такие сорта. А то сажаешь, думаешь, о, какие красивые. А потом они, хоп, и стали полностью зелеными, обычными, унылыми, стандартными. Стоит ли срезать листья, завязшие по осени? Некоторые срезают, можно не срезать. Ну, по весне, когда там уже что-то, какие-то былинки останутся пожухлые, просто их граблями убрать. Все, потом пойдут новые листья, все будет красиво, аккуратно на вашей клумбе. То есть, при желании, когда уже морозом побьет все это, по осени можно срезать. Пожалуйста. Тут вот не срезается, и все прекрасно кустится, колосится. Естественно, нужно пропалывать. Это, конечно, все гниет, и можно, в принципе, на зиму это убирать. Но не так страшно все. Можно и оставить. Никуда не убирать. По весне это уже фигня будет. По весне, при желании, можно проводить подкормку минеральными удобрениями, какой-то мочевиной, чем-то таким. Весьма влаголюбивая. Тут вот рядом с папоротниками какими-то соседствуют. Так что, если на сухом месте где-то еще и жара, солнце, то лучше пополивать. Ну, а в данных условиях поливать не нужно. Здесь и так все нормально, в этой тени. И весьма сыренькое место. А так оформить водоемчик вообще нормально будет. Под ивой, то есть они в тени, с ними все шикарно. То есть все нормально с ними. Ну, вот еще по этой хосте. Эту хосту я пересадил два года назад сюда. Вроде материал не снимал. Вот эту вот мелкую хосту я пересадил год назад. И вот тут тоже покажу их по весне. Вот та хоста, которую я пересаживал в предыдущий год. И нормально пересадил. И она прижилась. И на следующий год вот такие вот пошли побеги. Сейчас конец мая. Ну и покажу еще одну. Тоже было в этой же партии. В прошлом году пересажено. Другой сорт. Тоже все прекрасно. Все получилось. Ну, а вот, например, тут гигантская какая-то. Это два года назад я пересаживал. Привез сюда. И спустя неделю она же и мелкая. Раз. И два. Вот гигантские хосты цветущие. Сейчас покажу соцветия вблизи. Так вот они выглядят. Не слишком живописно. По сравнению с какими-то другими. Вот, допустим, с какими-то огненными лилиями. Или с чем-то таким. Но все же, все же хоть как-то повеселее. У некоторых соцветия выше. Сильно выше. У некоторых ниже. Ну, это все по-разному. Конец августа. Ленобласть. Такие вот грозьи уже здесь висят. Все, естественно, отцвело. Немного поедено улитками. А так вроде живо. Вот это вот тоже год назад привез. Вот тут вот под забором. Растет в теньке вполне нормально. Где их добывать? Покупать или откапывать у знакомых корневище. Вот эту хосту я два года назад привез. И вот она уже очень неплохая. Сейчас еще, через месяц, еще больше листьев будут с окаймлением. Это достаточно крупная. Вот крупная с каймой. Еще может покрупнеют листья. Тоже два года назад было привезено, откопано у знакомых на даче. И вот как бы... Вот здесь вот сорт Альбопикта. Тут он сначала... Листья красивые и салатовые. А потом они выцветают. Независимо от того, это на солнце или где. И становятся обычными. Скучными на вид. Так что смотрите описание цветов. Что с ними происходит. Может листья немного меняют цвет. Все. Благодарю всех за просмотр. Ссылочки и дополнительные информации в описании видео. Все. Растите хосты. Всем пока.